Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. Здравствуйте! В эфире полезно-потребительская программа «Сохраняйте чек». С вами Мария Бодрова, ваш гид в мире правильных покупок. Сегодня у нас вкусный и шоколадный выпуск. Это блюдо выбирают на завтрак миллионы детей по всему миру. К слову, благодаря ему многие малыши полюбили и молоко. Но самое приятное – есть его не из красивой тарелки, а прямо из коробки. Хотя взрослые не одобряют такого поведения, но втайне делают то же самое. Популярный продукт придумал американец, а потом это блюдо стало частью поп-культуры. У потребителей неоднозначное отношение к продукту. Одни считают его полезным и вкусным, а другие уверены, что пользы от него никакой, да еще и вред организму. А пока идут споры, герои нашей программы остаются одним из самых востребованных в сегменте рынка сухих завтраков. Говорим сегодня о шоколадных шариках – тех самых, которые заливают молоком. Польза или вред? Какие шарики будут хрустеть на зубах, а какие могут превратиться в кашу после встречи с теплым молоком? И можно ли есть это блюдо хоть каждый день? Разберемся в программе. Шоколадные шарики производятся по экструзионной технологии. Это продавливание вязкого расплавленного материала или густой пасты через формирующее отверстие экструдера. По схожей схеме получают макаронные или кукурузные палочки. В составе шоколадных шариков, как правило, зерновые культуры – это пшеницу, кукуруза, некоторые производители добавляют еще и овес. Так вот, все эти компоненты миксуют солью, сахаром, карбонатом, кальция и обрабатывают в экструдере с добавлением воды. Параллельно готовится самая вкусная часть – глазурь. Она состоит из воды, сахара, какао-порошка и ароматизаторов. Потом глазурь наносят на шарики и отправляют в сушилку. Готово! И кажется, что элементарно. Некоторые производители сообщают о том, что в продукте содержится глютен – белок, который есть во всех злаковых, кроме кукурузы. А уточнение – может содержать следы орехов, молочного белка, сои и молока – означает, что шарики производят на той же линии, где делается еще ряд продуктов, которые содержат эти компоненты. Потому и обозначается понятие «как следы». Узнаем у самарцев, на что они обращают внимание при выборе сладких шоколадных шариков на завтрак. Я выбираю натуральный продукт, потому что мне химикат вот эти все не нужны. Приходя в магазин, я смотрю на упаковку, на срок годности, чтобы упаковка была глиметично закрыта. На марку обращаем внимание, на срок годности также. Шоколадные шарики – это вкусно. Так считают поклонники сладкого. А вот про полезно продолжают врачи и рекомендуют не давать их детям на завтрак, по крайней мере, каждый день. Много углеводов равно быстрому набору веса и равно нарушению сбалансированного питания. Если хотите побаловать чадо, можно приготовить блюда и в домашних условиях. Для этого надо смолоть в муку геркулесовые хлопья, смешать их с яичным белком, медом, йогуртом, какао-порошком, добавить, если хотите, по вкусу миндаль. Сформировать шарики и запечь их в духовке. В таком случае вы точно уж будете знать, из чего состоит приготовленное блюдо. А еще пойдетесь без дополнительного сахара и соли. Но если экономите время, то отправляйтесь в магазин. Чтобы понять, какие шоколадные шарики окажутся вкусными и хрустящими и не превратятся в пюре, от встречи с молоком возьмем на пробу три варианта от трех разных производителей. Героями сегодняшней программы станут торговые марки «Кунцево», «Несквик» и «Праздник сластеные». Расставим их по алфавиту, согласно названиям присвоим каждому номер от одного до трех, испытаем и в завершении узнаем, кто же окажется победителем программы. Сохраняйте. Чек. В лаборатории данный продукт будет проверен на вкус, запах и консистенцию. Они должны соответствовать внешнему виду данного продукта. Также будут измерены объемные доли влаги, сахарозы и хлорида натрия. Ну и стандартный набор из микотоксинов, пестицидов, токсичных микроэлементов и микробиологических показателей. Согласно статистике, чаще всего производители шоколадных шариков завышают количество сахарозы, но при этом в продукте нет трансжиров и ГМО. Шоколадные шарики, которые указаны, которые мы с вами рассматриваем, с точки зрения калорий полезны. Возможно, производители вносят туда минеральные микроэлементы, которые, собственно, также будут способствовать поддержанию тонуса наших организмов. Однако же с точки зрения витаминов незаменимых, аминокислот и жиров, этот продукт слегка пустоват. В зависимости от тех технических условий, которые прописаны производителем, там могут использоваться различные слегка неполезные для нашего организма подсластители либо вкусовые добавки. Это все надо внимательно изучать. Регулярное потребление стандартных каких-то вещей, там тех же самых пищевых добавок и прочее, ну, как бы ничего хорошего нашему организму не принесут. Сухие шоколадные шарики содержат большое количество фолиевой кислоты, кальций и железа. Производители сохраняют полезные соединения, которые есть в составе злаковых культур. Отсюда и витамины группы В и ПП. Но опять же, если это указано на упаковке. Мы должны внимательно изучать упаковку перед непосредственно покупкой данного продукта, поскольку доступ влаги и атмосферного воздуха может привести к значительному снижению срока годности и порчи продукта. Многие картонные коробки, они как раз позволяют влаге попасть непосредственно в продукт. Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. Изобретению сухих завтраков мир обязан американцу Джеймсу Джексону. А вот в 20 веке идею подхватили братья Келлог. Именно они изобрели знаменитые кукурузные хлопья. Шоколадные шарики появились уже намного позже. И у них есть прототип – это шведское рождественское угощение Чокобол. Правда, схожий с современным продуктом, лишь в форме. Как поведут себя шарики во время вашего завтрака, глядя на упаковку, определить нельзя. Вы не встретите в составе того, что укажет на возможную досаду. Потому этот аспект можно определить лишь опытным путем. А вот рассматривая упаковку, стоит обращать внимание на компоненты. Проще состав – значит лучше. И здесь у всех конкурсантов одинаковые показатели. Ставим плюсы. Шоколадные шарики – продукт очень питательный, даже слишком. Скажут диетологи. Лучше выбирать тот, в котором меньше калорий. Самым калорийным оказался участник под номером 3. А вот меньше их у участника под номером 2 – ему плюс. Самое ответственное испытание – теплым молоком. Мы хотим видеть перед собой красивый продукт. Чтобы шарики плавали в молоке или йогурте и приятно хрустели на зубах. А не размокали и превращались в жижу. А еще, чтобы отдавали молоку часть своего какао-вкуса. С этой задачей справился участник под номером 2. На упаковке с шоколадными шариками, как правило, всегда пишут рецепт. Заливать их можно йогуртом, а можно молоком. Но с одним условием – оно должно быть теплым, подогретым, но не горячим. Если вы зальете горячим молоком, то шарики попросту разварятся. Устойчивое мнение, что шоколадные шарики – это завтрак малышей. Но кто из нас не мечтал вернуться в детство? Это, во-первых. А во-вторых, даже взрослые и серьезные иногда разрешают себе этот десерт с утра пораньше, чтобы настроение было что надо. Никита Галочкин работает в медиасфере. Ему, как человеку творческому, просто необходим заряд положительной энергии. Потому молоко плюс шарики равно хорошее начало рабочего дня. А когда он начинается с рассвета, а заканчивается с заходом солнца, тем более. Никита не знает, какие марки принимают участие в эксперименте. Он будет ориентироваться исключительно на свои вкусовые предпочтения. Главный критерий для молодого человека – вкусно, сладко и шоколадно. То есть по-настоящему шоколадно, а не только надпись на упаковке. Первый вариант мне не очень понравился, потому что шарики в молоке как-то быстро размякли. И, то есть растворились получается. Второй вариант мне очень понравился. Такой вкус, знакомый, из детства. И, ну, выраженный. А третий вариант – какие-то слишком жесткие мне показались. И, ну, меньше понравились. Из трех представленных вариантов я выбираю номер два. В сводной таблице представлены результаты испытаний. Наши участники боролись за победу, но в лидеры на этой неделе вышел лишь один. Поздравляем победителя. Думаю, теперь вы наверняка сможете выбрать качественный продукт и не ошибетесь в покупке. Главное, не забывайте сохранять чек. Смотрите нас в эфире телерадиокомпании «Губерния» или заходите на официальный сайт. Увидимся на следующей неделе. Пока! Субтитры подогнал «Симон»